Ну, наше знакомство было очень давно, я думаю, что это было до 2000 года. Я даже помню хорошо, когда Шторс впервые появился у нас в институте нейрохирургии, где я работал тогда, писал уже докторскую диссертацию, и мой покойный уже, к сожалению, ныне шеф Иван Николаевич Шевелев прибежал к нам в организацию и говорит, срочно все ко мне, приехал Сергей Хундов, я думал, что это минимум министр здравоохранения, оказалось, что это представитель компании Шторс, был настолько влиятельный, произвел такое впечатление на хирургов, что мы все собрались, и Сергей тогда изложил концепцию использования продукции компании в спинальной нейрохирургии, это было очень интересно, чрезвычайно новое, и мы были все потрясены, я заинтересовался очень этим, я очень захотел заниматься именно спинальной эндоскопической нейрохирургией. Да, вот именно после встречи с, впервые с Ахундовым, он занимался тогда в Москве дистрибьюцией, представлял продукцию Карл Шторц, я увидел на выставке в Дюссельдорфе портальный, портальную технологию, которую представляла компания, и возможность применения портальных методов доступа при дегеративных поражениях, и это, конечно, была совершенно новаторская, малоинвазивная возможность удаления грыж дисков, и мы стали активно внедрять это. Сначала проверяли все микрохирургически, ставили микроскоп после эндоскопического удаления, вот, но настолько быстро вот эта технология завоевывала умы, что в скорости, я помню, что был момент, когда мы даже сделали больше всего портальных эндоскопических дискотомий, то, что называется из ЕГО, в Европе, то есть мы даже были, по сути, референтной клиникой тогда, в институте Борденко спинального отделения. Вот это, пожалуй, было то, что действительно повлияло, и этот метод по-прежнему уже больше 15 лет является приоритетным и лидирующим вот в наших методах удаления дисков. Поэтому, я думаю, грыж дисков, я думаю, что он еще долго будет сохранить такую позицию, хотя сейчас компания представляет целую плеяду новых технологий, еще менее инвазивных, функционных, которые мы активно внедряем. Безусловно, любая новая технология требует новаторских таких способностей и энергичности. Хирург не думает о том, что он получит результат, он хочет попробовать, он начинает пробовать, получает порой негативные результаты, но в конечном итоге чаще всего имеет позитивный опыт. И в случае лечения дегеративных выражений позвоночника с применением как раз оборудования компании у нас этот негативный опыт, безусловно, сначала был. То есть, если вспоминать, опять же, всякие разные моменты такие «веселые», в кавычках, когда нас впервые посидел основатель метода Жак Достандо, мы решили провести первый мастер-класс и показывали фрагменты, видеофрагменты наших первой операции, было много людей, человек с этого, наверное, собралось. Он смотрел на экран, я видел в его глазах ужас, он говорил, я вижу только кровь, что вы там видите еще? Ну, в общем, в конечном итоге он нам помог, кстати говоря, и мы с ним сохранили хорошее отношение, несмотря что сам метод Достандо мы использовать перестали, но начало было вот именно таково. Вообще технология перехода от микрохирургии к эндоскопии, она для хирурга достаточно сложна именно функционально, потому что ориентироваться на плоском экране после бинокулярного микроскопа довольно сложно. Это требует, ну, такого психологического определенного настроя, и не всем хирургам, особенно, ну, так скажем, немолодым удается этот переход осуществить. Ну, именно эндоскопия как метод, эндоскопическая нейрохирургия – это, конечно, метод проб и ошибок, то есть только глядя на опытных коллег и в рамках каких-то мастер-классов, которые нам организовывали. Их было много. Поначалу мы ездили к своим коллегам в Западную Европу, в другие страны, и смотрели, как они это делают с применением какого-то трупного материала. Вот, потом мы учились, глядя за спиной, у более опытных товарищей также, в основном, у нас страны. Вот, и это всегда была помощь и участие компании «Карл Шторц», менеджеров компании медицинских представителей. Я понимаю, что в компании «Карл Шторц» есть определенная, ну, ответственность менеджера за учреждение, с которым он работает. Это очень всегда чувствуется приятно. Это не просто формальное количество визитов там и информирование, это именно вот такая ответственность. И она всегда, конечно, была, учитывалась. И благодаря, пожалуй, вот этой настойчивости и ответственности мы получили необходимые запасы и навыки, которые нам потом очень пригодились. Практика диктует необходимость ускорения. Извините за такой термин, сейчас не очень популярный, потому что компания «Карл Шторц», будучи единоличным участником на рынке какое-то время назад, сейчас, конечно, подвергается жесткой конкуренции. Много новых производителей, более модных, вышли на рынок. Это еще более минимально инвазивное внедрение, пункционные методы. И здесь, конечно, выигрывает тот, кто максимально быстро предложит самую удобную технологию, особенно для таких развивающихся отраслей, как спинальная нейрохирургия, которой я, собственно, занимаюсь. Поэтому я считаю, что компания, безусловно, в тренде. Я рассчитываю, что мы будем получать все новые и новые технологии именно в разделе пункционных технологий, которые сейчас популярны и, пожалуй, наиболее востребованы пациентами. Ну и я думаю, что именно в разрезе спинальной эндоскопической нейрохирургии будет сделан вот такой прорыв, когда пациенты смогут получать даже амбулаторную хирургическую помощь в направлении дискогенных поражений и подобных заболеваний с очень быстрым выходом и восстановлением, так сказать, их социальной адаптации. Это, конечно, только технологии, особенно пункционные. Ну, во-первых, поздравить с таким прекрасным юбилеем 20 лет в России официального представительства, это, конечно, уже срок и это наработанное имя. Очень уважаемая, очень солидная компания, очень всегда приятные, отзывчивые сотрудники, высокие такие устойчивые, я бы сказал, технологии. Я бы хотел пожелать компании такой вот диверсификации, больше уделять внимание инструментальному обеспечению, качеству инструментов, потому что бывает, что на фоне великолепных передающих устройств, оптики, там сейчас цифровых технологий передач изображения, порой мы страдаем от того, что не можем получить достаточно высокого качества инструмент. Это, конечно, может быть где-то порой сторонний бизнес компании, но хирург, он хочет иметь, что называется, сет, набор. Ему нужно, чтобы все было высококлассно. И я желаю компании, чтобы вот эти проблемы, они всегда быстро и качественно устранялись, чтобы компания выходила на уровень новых технологий, особенно в том направлении нейрохирургическом, которое я представляю. Желаю дальнейшего общения, крепкого, глубокого взаимопонимания с представителями компаний, с руководством компании и дальнейшего процветания в России, ну и в целом Европе и в мире.